В Ленске состоялся второй тур смотра конкурса «Духовные грани Алросы». Более 150 участников фестиваля из 11 предприятий Алроса боролись за звание лучших. Как оценивала жюри творческий уровень трудовых коллективов, а также за волнениями в зрительном зале наблюдали и наши коллеги из Ленска. Впервые в Ленске была представлена уникальная коллекция орденов и медалей разных исторических эпох. Спасибо фестивалю «Духовные грани Алроса». Традиционно накануне концерта трудовые коллективы представляют своих мастеров, рукодельниц, людей талантливых и увлеченных. Один из них – Игорь Лучшев, работник Ленского ПТС, который 15 лет серьезно занимается фалеристикой. Но показал коллекцию впервые, благодаря выставке. И не только из-за этого Игорь Викторович хорошо относится к подобным фестивалям и смотрам конкурсам. Для того, чтобы хотя бы народ знал, чем занимается Алроса, не только тем, что добывает алмазы, уголь и все остальное, но есть и коллектив, который в этом предприятии, как говорится, работает, разноплановый. И они поют, и пляшут. Это хорошо, это здорово, это нужно. Так было всегда. Ленские трудовые коллективы никогда не оставали в стороне от культурной жизни. Чего только стоил фестиваль «Ленские просторы», собиравший тысячи самодеятельных артистов и зрителей из всей Алмазной провинции. Традиции творческих мероприятий, они уходят своими корнями в самое начало деятельности нашего предприятия и вообще предприятий компании на Ленской площадке. И всегда, действительно, всегда Алмаз Дор Транс был самым активным участником. Что пожелаем нашим коллективам? Ну, удачи, успехов и победы. Позади концертные волнения, впереди ожидания результатов. Как оценить жюри выступления ленчан? Артисты и зрители надеются, что высоко. И тогда впереди новые переживания и подготовка к большому смотру конкурсов в мирном, где на сцене встретятся лучшие из лучших. Алла Авдеева, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».